Космический пилот Я давно его ждал Уважаемый господин Тихий, в настоящем подтверждаю ваше участие в конкурсе на лучшего робота Ваша заявка и описание робота заинтересовали нас в наивысшей степени Мы ждем вас в сильном напряжении, особенно на презентации филигранного кибертоварища До свидания, удачного полета Скажи, как далеко мы от планеты процитис? Надо спешить Господин Тихий, я не знал, что вы сконструировали что-то новое Где этот конкурсный робот? Где, что за вопрос? Ты этот робот? Я? Я? Да, я не знаю Ну конечно, ты летим Саботаж Приближаясь к цели путешествия, я включил специальный генератор понтов Благодаря ему всем казалось, что у меня прекрасная ракета Но, к сожалению, не всегда можно было на него рассчитывать Он иногда ломался Однако я очень хотел произвести хорошее впечатление при посадке Я был намерен показать, что у меня новейшая модель ракеты Я отправился на крышу ракеты, чтобы проверить, что случилось Я быстро выяснил, что в картридже закончились краски Ты не знаешь, где может быть запасной картридж с красками для ракеты? Спайн тихий Мы должны вернуться Мы не можем принимать участие в конкурсе Это почему? Потому что конкурс по конструированию машин и роботов Ну и что? Не понимаю Я не машина и не робот Это сразу видно У тебя что, контакты искрят? Я сам тебя собрал, так? Уверяю тебя, ты машина Но, господин Тихий, это же очевидно Что я не являюсь аппаратом, состоящим из частей Достаточно взглянуть Когда я смотрел на моего чокнутого робота, мне пришла одна мышь Она ведь была цветная Я уже понял, куда делся запасной картридж с красками для ракеты Что вы делаете? Ну и теперь веришь? Ты машина Пора тебе уяснить, что и как Поняла? Итак, я нашел деталь, которую искал Субтитры делал DimaTorzok Мне сейчас понадобятся координаты для посадки Что ты делаешь, расчеты? Да, думаю, мы достигнем цели через какую-нибудь неделю Плюс-минус Что ты сказал, это невозможно Боже, неужели я ошиблась? В последнее время я не важна себя чувствуя, эксперт Тихий Вы мне дадите отпуск Сейчас что-то перегорело Роботы не берут отпуск И роботы не устают Ты шутишь со мной, притворяясь человеком Я начал беспокоиться С таким жалким поведением я же не мог ее показать на конкурсе Господин Тихий, приветствуем Должен признать, что у вас действительно шикарная ракета Это новейшая модель Желаю приятной и безопасной посадки на нашей милой планете Добро пожаловать Презентация моего кибертоварища Должна была состояться здесь, на кухне Потому что голографическая линза действовала только внутри ракеты Что происходит? Кажется, я заболела Не верю, кончайте шуточки Ты робот Машины не болеют Не ошибаются в расчетах, не устают Я считаю, что ты хочешь испортить мое участие в конкурсе Господин Тихий, я больна, посмотрите, какая я бледная У меня марсианская корь Или хуже Ладно Заключим сделку Я верну цвет твоему лицу и всему остальному Но за это ты произведешь хорошее впечатление на всю конкурсную комиссию Ты опять будешь цветная Господин Тихий С меня хватит Лапы прочь от моей личности Для комиссии ты должна быть любезной, понятно? Цветной и вежливой Ну и теперь у меня была еще большая проблема И такую галлюцинеллу я не мог показать комиссию Я подумал, может это короткое замыкание? Тогда я сделал новое короткое замыкание Может повезет галлюцинеллу исправиться? Уже пора, господин Тихий Да, это я Господин Тихий, я пришел, что передать вам, что конкурсные оценки вашему роботу мы поставим только вечером Так что у вас есть еще немного времени У вас все в порядке? Да, замечательно, великолепно, спасибо Не надо еще поработать Но это даже лучше В этом году у нас сильная конкуренция Много роботов, технически превосходных Но мой лучше Надеюсь, что ваш робот-модель получше, чем ваша ракета А еще недавно она была такой красивой, цветной До встречи вечером И скорейшего выздоровления Спасибо, не надо Странный тип У меня голова закружилась Если она только симулирует болезнь То как это возможно, что у нее настоящая цыпь? Мне пришло в голову, что я настолько гениальный конструктор Что мое изобретение почти человек Поэтому она могла заболеть Цыпь была тому доказательством Я был величайшим гений в космосе Я решил потратить немного времени, чтобы проверить, что там наделали мои конкуренции Тут нет дверей Когда я увидел, что собрали мои коллеги Настроение мое улучшилось Я без малейших проблем выиграю конкурс на лучшего робота Я уже видел, как я буду хвалиться И он тихий, великий гений Спадин тихий, мы с нетерпением ждем вечерней презентации вашего робота Приветствую, доктор Вы действительно будете удивлены? Обычно я скромен, но сейчас мне самому хочется похлопать себя по плечу и похвалить Потому что я встроил моему роботу способности, непостижимые обычным разумом Эту машину создали руки исключительно умелые Но я не хотел бы испортить вам впечатление Придете сами и увидите У меня аж мурашки бегут Но, господин тихий, скажите, вы больны? Это сыпь Господин тихий, что это с вами? Великолепно! Ты права! Ты как человек! То есть я создал робота столь же совершенного, как человек Ты больна, и я от тебя заразился Это доказательство, я гениален Да, гениален Я бы сказала, что наиболее гениальная ваша способность убеждать самого себя в чем угодно Это тоже какая-то форма гениальности Да Ну вас и достала эта странная болезнь, господин тихий Это ужасная сыпь, когда эти пройдет Как это вообще называется? Может, слепая оспа? Или кишечная ветрянка? Конкурс роботов? Презентация я ведь должен быть совершенно готова Да, времени у меня было мало А я должен был быстро выздороветь, чтобы иметь силы на презентацию Наконец я нашел свой финский комбинезон сауну Пропотев в нем, человек мгновенно выздоравливает Но в спешке я по ошибке включил картофельный пар с запахом чеснока Не знаю, хороший ли это выбор Хеллоу, приветствуем Добрый вечер Мы конкурсная комиссия и мы прибыли посмотреть робота господина Тихого Где же он? Я очень извиняюсь, но господин тихий и я заразились этой странной болезнью Это слепая оста У господин тихий симптомы хуже Боюсь, что презентация робота будет невозможной Но госпожа Тихая, мы умираем от любопытства Не могли бы мы хоть глазком взглянуть на этого робота? Господин тихий говорил, что это великое изобретение Да, Господин тихий, наверное, немного преувеличил Устройство еще слишком примитивное, чтобы его показывать Я твой отец, ты мой робот Помогите кто-нибудь Я уже все понял Госпожа Тихая, пожалуйста, повторите великому изобретателю господину Иону Тихому, что с таким роботом у него не было бы шансов выиграть конкурс Ну конечно Желаю скорейшего выздоровления На будущее господин тихий не должен поспешно участвовать в конкурсах Что он собственно себе вообразил Воображение это его сильная сторона Я тоже так думаю Доброго полета Прощайте Потом говорили, что я эту историю выдумал А злопыхатели позволяли себе инсинуации Будто я питаю слабость алкоголю И тщательно скрывая это на земле Предаюсь своему порогу в течение долгих лет космических путешествий Одному богу известно, какие еще сплетни распространяли Но таковы уж люди Они охотнее верят самой невероятной ерунде, чем подлинным фактам Субтитры подогнал «Симон»